Название выставки «Крепость в спорте» весьма символично, особенно если учесть тот факт, что ее открытие прошло во время Олимпийских игр в Сочи, самых успешных зимних игр в истории белорусского спорта. К тому же в мае нас ожидает еще одно крупное спортивное событие – чемпионат мира по хоккею. Поэтому неудивительно, что на выставке были представлены фото современных спортсменов, которые достойно выступили в этом году на Олимпийских играх в Сочи. Хотелось бы, я думаю, сам поворот в некоторой степени направленности деятельности нашего мемориала не только к патриотике военной, а показать патриотизм и силу духа, мужества наших бойцов в спорте. Не только до войны, после войны мы показываем тоже, ведь некоторые из детей, внуков, защитников стали известными людьми, чемпионами Олимпийских игр. На выставке также были представлены документы, фотографии, свидетельствующие о развитии спорта в крепости в разные периоды ее истории. Интересен предметный фоториат о наследниках защитников Брестской крепости, которые связали свою судьбу со спортом и добились в нем высоких результатов. Также представлен, отражен материал о племяннике еще одного погибшего защитника крепости Горощенкова. Это Романьков Анатолий Александрович, который в 1988 году на Олимпийских играх в Сеуле стал олимпийским чемпионом по фехтованию. Это высокопрессиональный предмет из Олимпиады 1980 года, 22-й Олимпиад, который проходил в Москве, все его знаете. Кто был? Ну, правда, я считаю, тоже не родился. У меня отец там был, например, кто рассказывал, очень красивая была Олимпиада на то время. Так что, я думаю, это будет достаточно интересно, какое-то нововведение. Посмотреть где-то даже на оборону Брестской крепости не как какое-то такое трагическое событие, а просмотреть вот этот предвоенный период. Выставку «Крепость в спорте» открыли накануне Дня защитника Отечества. Женский коллектив мемориального комплекса воспользовался случаем и поздравил коллег-мужчин с праздником. Ведь именно благодаря им, сильной половине коллектива и гостям и жителям города приятно находиться на территории крепости – чистой, ухоженной и гостеприимной.